Инесса Жукова Инесса Жукова Сколько в структуре расходов составляет содержание чиновников? И от каких госфункций предлагаете отказаться? 11 часов назад пришел Твиттер Не знаю точную цифру, сколько составляет расход на чиновников Посчитать ее на самом деле очень трудно Потому что там есть очень много скрытых примочек всяких Там дают деньги на лечение Там сбрасывают деньги на отдых Там есть всякие деньги на дачи Ну как в советское время, короче говоря Поэтому вот это все вместе даже считать боятся Потому что сумма будет очень приличная Потому что чиновничий и аппаратный масштаб сегодня в России больше, чем в Советском Союзе Но в Советском Союзе было почти 300 миллионов людей, 280 И страна была совсем другого масштаба, чем Россия сегодняшняя И плановая экономика, и централизованное управление, и ЦК КПСС, и чего там только не было И армия была одна из самых больших в мире И все это управлялось меньшим числом чиновников, чем сегодня Почему? Потому что сегодня чиновничество вот так устроено, вот это все Это просто кормушка Туда люди идут не работать, а вот деньги откуда вытаскивают Вот это в этом и все Что касается, от каких госфункций предлагаем отказаться Я бы с удовольствием с вами на эту тему поговорил Дело в том, что если государство качественное То есть много задач, которые государство должно делать А если государство некачественное, то тогда чем меньше оно лезет, тем лучше А такого ответа много государств, мало государств, такого ответа на самом деле нет Все зависит от качества государства Если чиновничество профессиональное, если люди знают, что нужно делать Если оно подконтрольное, если оно ответственное Тогда множество есть задач, которые во имя людей государство должно делать А если все это наоборот, тогда чем их меньше, тем лучше. Булкинг или балкинг. 20 сентября, 10.42. Есть мнение, что для выхода России ступика нужно. Первое. Планомерное снижение банковского процента. Второе. Продажа экспортных ресурсов исключительно за рубри. И третье. Сопоставимое с США. Печатание наличности. Увеличить в разы ликвидность. Интересно, что думают по этому поводу Григорий Алексеевич или те, кто ведет этот блог. Значит, я от имени тех, кто, как вы говорите, ведет этот блог, вам отвечаю. Мы думаем, что не надо заниматься всякими непрофессиональными фантазиями. Не печатать наличным не надо. Не продавать исключительно за рубли тоже ничего не надо. Не надо морочить голову. Нужно сделать... Да, и уж там снижать банковский процент, конечно, было бы хорошо для того, чтобы экономика быстрее развивалась. Но кто же на это пойдет? В общем, все это... А вот, что серьезно нужно делать, еще раз говорю, нужно продумывать специальную стратегию по резкому наращиванию внутреннего спроса. Вот. Вот что думаю я и все, кто ведет мой блог. Я так думаю, что они так думают. И я не спрашивал, но думаю, что они со мной собираются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!